привет вас дорогие друзья меня зовут виталий он же монг продолжаем проходить киберпанк 2077 призрачная свобода чё как новый год отметили все проснулись уже я что-то еще не могу проснуть так ладно чё погнали нам надо вырубить чувачка потом еще камера блять палец дружественный режим а где он что вырубим вырубил мангайс дожжер тралис план из фулпрус трасс меня как только сказал больших денег боишься я решил что одиноко лежать в кармане обвинение бардмоса чего-то ковыряч найти способ открыть дверь а ха-ха-ха это радио нахер дверь наверно отсюда тут открывается для не хочу взломать эту шляпу распределительный щит но как не к нему есть диван нормально дверь ведь откройся собак это блин дубина стою росла извини дурачок блю не идут сюда сделать что-нибудь чуть и сделаю ну это ж гопа ну это ж комсдец а чё я там должен был сделать ну все вроде от этого леса вот так Кого ты палишь-то там, я не пойму. Вот задача-то выбить. Хреновенькая, так скажем. Тихо-тихо, блядь. Запрос перезагрузка отключения врагов. Я их все равно всех-то не вырублю, зараза. Сука, не стоять. Спокойно, мужики, блядь. Так надо сохраниться, но. Иначе удачи не видать, я че. Ёп! Фига себе их там, блин. Так, че делать-то будем? Как мы их будем розеттывать? Блядь. Че это было? Че это было? Блин, убивать их, типа, нельзя. Как так-то, блядь? Да, дай пройти, блядь. Пройти не дает. Тихо-тихо-тихо. Иди, чувак. Опа. Ну! Простите, нет тебе прощения. Да, конечно. Я так, блядь. Я так, блядь. Я так, блядь. Так, как это закончится, я буду ретирать и открыть меня. Попасть на парковку. Ну, двери-то кто-нибудь откроет. Почему я не мог двери открыть? Все, нашел, расслабься, чумба. О, блядь, акробат! Надо же, какую встречу мы организовали. Идти никуда не надо. Здравствуйте, друзья мои. И не слишком рано? Мы можем все объяснить. Тихо, а мне тебе не сообщали. Что ты тут делаешь? Ты не понимаешь, что ты не можешь уйти? Я не знаю, что ты не можешь уйти. Я не знаю, что ты не можешь уйти. Я люблю честных людей. Я только одного не могу понять. Чем вы так умазались? Где-то не нашли, чем вытереть? Ну, да, но не совсем, как сказать. Ясно, ты говорить умеешь. Ну, была перестрелка, одного ранили. Он много крови потерял. Потом свой товар сюда принесли. Наверху стояли, если что. Вроде все в норме. Еще один великий оратор. Может, в третий раз не повезет. Все было, как он сказал. Да, Билл говорит все, как есть. Это не так. Я очень не люблю, когда меня обманывают. Ребята. Боз. Смешай, сыпь, сыпь! Смешай, сыпь! Смешай, сыпь! Смешай, сыпь! Акробат мертв. Можете выходить. Акробат мертв. Акробат мертв. Акробат мертв. Ага, садитесь в машину и газуйте отсюда. Надеюсь, уж с этим вы справитесь. Спасибо. Спасибо. Ну, мы едем или как? Ага, еще раз. Спасибо. 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 Тебе самому насрочно случается у полиции. Вижу, это не в духе. Ладно, обойдусь без подробностей. Хватит от того, что заказчица довольна. Закрываю заказ. Контракт закрыт. Эй, ой, ай, секс. Помните наш договор? Да, черный сапфир. У меня для тебя кое-что есть. Увидимся в тяжелых сердцах. Окей, я скоро буду. Так, прочитайте. Ой. Нашел я своего неуловимого связного. Но помочь он нам не сможет. Дело тухлое. Разумных вариантов не осталось. Так что, если ты не сможешь организовать что-то конкретное через мистера Хэнсона, нам с Алекс придется выкинуть какой-нибудь дикий, плохо подготовленный номер. А мне бы этого очень не хотелось. А то, если прямо в крепости Хэнсона нас поймают на фальшивках, то мы уже никогда оттуда не выйдем. Дожди, блин. И вот от кого надо прочитать. Тяжелые сердца. Это здание в форме пирамиды. Его сложно не заметить. Тебе понадобится код доступа к лифту. 2 5 8 9. 2 5 8 9. Можно тачку какую-нибудь взять? Почему я не могу какую-нибудь другую тачку взять? Вот любую, которая стоит, блин. Что за херня? Что это ломать надо, блин? Пирам, блин. Ладно, вошли. Мы код был. Хе-хе-хе, я забыл, блин. Ладно, потом посмотрим. Можно же посмотреть. Че там? Сот метров тут есть перемещалка. Сука, я загорелся. Че серьезно, блин? Только пяточкой наступил, блин. Сразу вспыхнул. Давай сюда, блин. Поближе будет. Все будет поближе. Ай, сейчас оставит такой, блин. Стон. Хе-хе-хе. Хотя выспался конкретно уже. Че за фигня? Чем больше спишь, тем больше хочется, как говорится. Погнали. В разбитые сердца. Аккуратнее, аккуратнее, пацаны. Не надо меня сбивать, я не хочу в больничку. Праздники новогодние, ну че. Как нельзя. На новогодних праздниках надо отдыхать. Душить салаты. Объелся уже. Так, а где? А, нам наверх. Я думал вниз. Ты видел Лиззи Лиззи? Эй, ты. Эй, ты. Это хороший place. Упокойно, ребята. Я отдохнуть пришел. В новый год ничего не знали, что. Так, чуть-чуть такой. Инструкция для персонала. Внимание, мистер Хе планирует прибыть к нам в ближайшие дни, и занять кабинет на предмет срок. Прошу всех, как никогда, внимательно отнести их к своим обязанностям. Так, хорошо. Нам надо прочитать сообщение. А где он, блядь? Да херня. 2 5 8 9. Так, давай. 2 5 8 9. Да зачем мне ты 33 зона брал? 2 5 8 9. И нахер 33. Номера. В номера поедем. 3 9. Хехе. Подняться на частный этаж, блядь. Прикольно, блядь. Прикольно было аквариум. Где рыбки, блядь. А где рыбки, блядь? Ну, это пожалуй. Ви мой лучший наемник, как я рад. Благодаря тебе расплансил в игре между мной и Хансеном выглядеть совершенно иначе. Отличная работа, первоклассная. Вот уж чего я точно не ожидал, так это лично встречи с тобой, него и мистер Хэнс. Решил уйти из тени. Ты не только спас этих клонов из полиции, но и вывел из игры акробата. Грамотная профессиональная работа. Браво! Ты доказал, что тебе можно доверять, поэтому я решил пожертвовать анонимностью в радичной встрече в порядке исключения. Если бы на меня работало больше таких, как ты, со мной считались бы не только здесь. Я имею больше, чем Доктейн в моем взгляде. Доктейн, Пасифика. Остальное упал бы ко мне в карман уже само. Кошки, блин. Сфинкс. От работы с профессионалами своего дела одни плюсы. Лучше расскажи про эти заказы, как они помогут тебе против Хансона. Если, к примеру, боксер не может отправить соперника в нокаут, он работает по корпусу. Он сматывает его, а потом ждет, пока он откроется и наносит удар в челюсть. Я понимаю, что мои мотивы и устремления могут быть тебе неясны, но можешь мне поверить, итоги твоей работы столь значимы, что я смогу передвинуть нескольких пеших и фигур на доске, пяще всего гор, шах и мат, не застали ожидать. То есть, ты хочешь освободить госи города в власти Хансона? Он влиятельный аллочный, к тому же умен, однако из этих качеств я еще могу уважать, вероятно даже ценить. Но все вместе? Нет. Особенно у человека, который держит в лакея серая его. Это просто мешает работать. Не хочешь ли чаю? Сам собирал купаж. Давай чё. Скажи, ты знаешь, как боевая зона превратилась в пёс Егоров? Что-то слышал, это как-то связано с войной. 69-й год. Полковник Хансон командует операцией «Ночной ливень». Его задача превратить так называемую боевую зону в плацдарм для силы НСШ в Найт-Сити. Скорее стороны заключают перемирие, солдат полковника Хансона бросают на произвол судьбы, и командование и общество усердно делают вид, что их там нет и никогда не было. Но, впреки ожиданиям, полковник не уходит, он объявляет боевую зону частью НСШ, то есть издаёт десяток государств в государстве. А сам превращается из офицеров в торгов за оружие. Его предали. Все думали, что он поймает пуль через две недели, а он не только выжил, но и стал ключевым игроком, с которым нельзя не считаться. Человек, который в одиночку противостоит всем, очень опасный человек. Может, хватит политики, давай перейдём к делам. Дела, разумеется. Чёрный сапфир, крепость Хансона под охраной лучших солдат. На нижних этажах казармы, наверное, дикаденский рай для богатых и знаменитых. Можно сказать, получить. План издания было непросто. Уковник Хансон стережёт тайны своего отеля, как самый настоящий пёс. В общем, на всё есть свои методы. Ты помогаешь моим клиентам, а они отвечают услугой на услугу. В результате выиграют все. Я перешлю тебе планы небоскрёба. Даже укажу, на что обратить внимание, знак благодарности. Свидения мне передали, конечно же, в обстановке стражайшей секреты. Никто не знает, что ты им владеешь. И я трепетно тошусь конфиденциальной информацией, в отличие, скажем, от покойного мистера Дешауна. На этой щепке подробная карта описания чёрного сапфира. Теперь у тебя есть всё, чтобы попасть на войну. Только подоль предупредить. Даже с такой подготовкой войти будет гораздо проще, чем выйти. Перейдись. Спасибо, Ханс. Надеюсь, на этом аж затупишься не закончится. Видишь ли, скоро должны поступить новые заказы. А здесь что-то связано с политикой. Гейминг. Если город полнится возможностями, а его закупистия заговорами и интригами. Здесь значит, что перемены неизбежны и непротивы. Тут мы можем подготовить плавный переход в новую реальность. Раз, что удалось наконец-то познакомиться с тобой лично. Добро пожаловать в глупый звонок. Мало кто после этого оставался в живых. Хе-хе-хе. Бля, картина прикольная. Ви, что бы не случилось в чёрном сапфире, постарайся остаться в живых. Хорошо. Там сходятся бурные потоки местной и мировой политики. Сильные потоки. Значит, постарайся сначала найти брод. Пока, Ханс. Это змея или, блядь, нет, это орёл какой-то. Башка орла. Выйти из клуба, блядь. Очень сложное задание. Так. Улуп. А чё, на второй этаж нельзя заехать? Нужна карта доступа там написана. Было бы прикольно посмотреть, что там такое прячут. Надо было попробовать. Да нет, но вряд ли в карту доступа не будет. Сто лет уже не был. Глубины. категорный супер. Ай Флайер. Мух. Перезвоните Риду. Рид. Позвоните. с данными о черном сапфире прекрасно перешли мне больше у нас защищенный канал связи спасибо все получилось сейчас отправлю с делами приходи в мотылек тот момент не будет подожди до встречи мотылек далеко от любого 850 где наша . а блять почему там подстала далеко почему стоит а если признавайся и что город что ли начинает болеть вы вся семья перепонюла структур и моя очередь что а ё-моё чуть это мотыляет короткая высокая понял чё пешком надо идти чё я блин доехать не могу что-то давай попробуем доехать манал я не верю это было указатель сколько раз он там врал врунишка валя но с дороги это чуть не сбил дурочка есть работа и мне нужно чтобы ты присмотрел за журналисткой который сбежал от пешего мне сейчас некогда мне сейчас не до этого что же все равно вышибте инструкцию посмотри сразу как освободишься ну окей да подожди ты игра зачем ты мне блин задание сразу переделываешь страдай ерундой ерундой не страдай у нас другое задание основное а это все шляпа кто поджопнул вы в роботе щеку считаю 5 нехорошо им и что с тобой пойдем ничего все в порядке сядь чем ты помочь забей я уже почти привык я чувствую пистолет кисть ворска и и все хуже не осталось левки у этого луэк и сейчас у тебя бывает такие приступы так там великим сказать но никогда не знаешь не станет его слость Вау, Рофф, да не то слово. Смерть все время дышит с затылок. Мне знакомо это ощущение. Готовый шумерить в любой момент. Именно так. Я никому об этом не рассказывал, но... Помнишь, ты говорил, что меня пытались убить. Иногда мне кажется, что все-таки убили. Можешь пояснить. Семь лет назад на меня совершили покушение. Да, ты говорил, расскажешь, что ты сейчас. Я лежал в палате для особо тяжелых и ждал, что этого киллера Росаки придет меня добить. Меня сдал свой же ПРУ. Я говорю, сдали, хотя на самом деле меня продали. Сдали врагу. Сдали перемирия. Я стал разменной монетой. Война не кончает сама по себе. Мирная жизнь и цена. Кто-то должен не платить. Пойдем, я тебе то, что покажу. Гайди, они тебе предали, а ты до сих пор на них работаешь. И вот ты работаешь для них опять. Даже глубокие раны в конце концов затягиваются и перестают болеть. Только мой. Пошли, пошли. Что за антураж такой? Спустимся на лифт. Куда мы идем? На прогулку в прошлое. Посмотрим. Стреть на какого хера. Поехали. Как не могу поверить, что Алекс додумалась открыть бар прямо на нашей старой. Ты всегда считал, что ее чувствую юмором. А где она сама? Ждет внизу. Заканчивается собирать данные в городе. Мы можем немного отдохнуть, пока она не вернется. Семь лет назад мы выключили тут свет. Пора зажечь. В конец войны. Это всегда смутное время. Все, кто хочет почистить хвосты. Одного из моих людей взорвали в машине. Другого отравили. Третий получил пуль в затылок, когда покупал сигарет. Еще какой-то такой суп просто исчез. Каждый вечер мы ждали, что сюда ломятся агенты Аросахи. Мне надо было принимать решение. А я решил, что мы остаемся. Я верю, что мы еще раз сможем выйти. Не знаю, чем это оправдать. Смелостью или глупостью. Не исключено, что я не готов был узнаться. Я просто не умею проехать. Или я просто не умею проехать. Я не знаю, как это. Так или иначе, нам удалось спасти часть агентов. Правда, ценой моей жизни. Какая печальная история. Я сам ее написал. Играешь во взрослые игры. Будь добр, отвечая за последствия, как взрослый. Забавно, что и у всех кандидатов именно Сойки сказали меня убрать. Убрать в смысле, она реально пыталась пристрелить тебя. Не сама, она скажет так, как открыла дверь к тем, кто был готов-то сделать. Я уезжал из города, а Сойка еще оставалась как раз в этой самой комнате. Она вела меня по связи прямо во уши. Это было ее последнее задание в найти. После него и разрешили вернуться домой. И вы все равно согласитесь ей помочь? Почему? Потому что так было правильно. И у меня была масса времени, чтобы лучше подумать. Приближение, то что прояснится, что-то расплывается. В итоге ты понимаешь, что для тебя по-настоящему важно, что их голлана не стоит. Сойка из моего круга, и этого не изменить ничто. Блин, Рид. Если у меня к кому-то есть вопросы, так это к Майерс. Против Сойки я ничего не имею. Я ничего не имею. А что с Майерс? Что я пропустила? Экскурс в прошлое. Если все готовы, давайте начинать. Я проявил то, что сказал фигурист. Оказалось, что он сказал все правильно. Я просмотрел что-то по операциям, в которых участвовала Сомер. Они были в таких архивах, что даже с моим уровнем доступа было сложно их взять. Все ее задания касались черных заслонов. Все приказы назначения подписывал один и тот же человек, Розалин Дмайерс. Представляю, каково я будет, если это выплывет от поверхности. НССР это маленькая страна, которая управляет женщинами с большими амбициями. Иногда ради них она забывает о благоразумии. У нас нет времени обсуждать ее проблему. Алис, ты что-нибудь узнала? О, не торопись, Рид, сейчас все распланируем. Скажи, Ви, ты любишь красиво одеваться? Ты любишь играть в фанцио-дрессах? Я люблю, что? Конечно, кто не любит. Значит, мой план должен тебе понравиться. Я узнал, что на вечеринку почти своими выступлениями некая поп-звезда. Туда приглашены все, кто хоть как-то... Что ты из себя представляет? А вы в том числе. Присоединитесь, пройдете тереться между випами. Сразу предупреждаю, это только звучит просто. Готов слушать мой план? Ломай выкладывай. Черный сапфир, самое охраняемое место во всем песен городе. Но это не значит, что туда нельзя попасть. Ви, ты проберешься внутрь по затопленным туннелям. У меня есть хороший костюм для давления, как раз на тебя. Вода чтука ядовита, так что постарайся его не порвать. Что с Ридом? Как раз хотел сказать, он тоже там будет. Как выглядит тотель, ты уже знаешь, его довольно тяжело. Вот здесь затоплены туннели, они ведутся в здание. Теперь внимание. Тебе нужно пройти терминал, подключиться к нему и взломать камеры, чтобы Рид прошел внутрь незамеченный. Вы поднимитесь на разных лифтах, вот они. Рид откроет тебе путь на свою сторону, по-другому там не пройдешь. Да, я всего охраны будет много, поэтому ходите на цыпочках, точной информацией мне не дали. Так что вам придется импровизировать. Вы должны встретиться здесь. Сразу же после этого наряжайтесь, как на выпускной вперед. Что-то у вас должно быть найти слойка. Все ясно? Ну, да, ясно. И яб. Супер. Кей. Не торопите, берите все, что в теории может пригодиться. Пестик с глушителем, ништяк. Твоя пушка? Да, ее величество давно мечтало вернуться на службу. Спасибо за доверие. А патроны что не взял? Или что там лежало еще? Костюм-то возьми, блядь. Так, припасы. И лес, что за хилец? Готовка, блядь. У меня вопрос насчет Хэнсо, что он запросил тебя в обмен на свою помощь? Он хочет посмотреть, как распределяют политические потоки. Абсолютная власть Хэнсо подпишем в городе ему невыгодно, поэтому он попытается вымонять силы. Политика, куда ни придешь, везде одно и то же. Знаешь, если бы не ты, у нас бы неплохо подходило, а не все равно сапфируем к стойке. Хорошо, что ты на нашей стороне видишь. Амина Ви. Так что мы готовы? Думаю, что да, я еще посижу, встретимся до недели. О'кей, я тут пока возьму что-нибудь. Что мы будем делать с этим, когда мы на Ривиэра? Да ладно, меня ждали, блядь. Так, надо поставить, кстати говоря. Кстати говоря, кстати говоря. Пистолет надо поставить, этот где он? Так. Даже прицел можно поставить. Короткий прицел. Не знаю, как это будет с прицелом, блядь. Надеюсь, нормально будет. Так, ну-ка. Не могу оружие вытащить. Ну ладно. Ну что, погнали. Паргойлер, блядь. Сейчас может пистолетов? Нет, не может. Не может. Надо выйти на улицу. Здорово, робоповар. Вот опять-то, блядь, 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 блядь. Понял, блядь. Чуть ли я не понял, блядь. Так, перемещатор здесь есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо так орать. Что я орёте-то? Продать надо было всякого. Ладно. Грин с ним. Давай перемещайся уже. это чё за позаболься о ее величестве такой пушки больше нигде не найдешь я в общем-то и жива во многом благодаря ей жаль будет если она еще семь лет пролежит в шкафу но ее ждет много прогулок вы все величеством начали службу в одно время и впервые убили человека тоже вместе можно сказать мы за заботились друг о друге хотя последние 7 лет забота была односторонняя но ничего при ее правление тебе будет нечего бояться и придаешь слишком много значения прошлом какой смысл думать о своем первом убийстве а мне было 18 я выполняла первое задание на чувак начал катить бочку обычный громил и сказал мне тогда не думаем как о человеке он просто препятствие от которого надо избавиться а у тебя кто был короче но хороший рентгене пошли надо делать делать не лясы точить кому лучше куды и лектика я лиха беда начала и не надо не надо мне никакого лиха блядь не внесла и е-мое сейчас будем плавать в какаши вот здесь таки можно продать всякой пара давай продадим чтобы у нас этого перегруза не было так 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 продать мобайя винтовка моя тихо тихо тучу так быстро еще продать принципе нормуль так вот летят дюшбу у меня тут и ядре не фенимы всякая раза для вот это нахер и платье шапку шалку не отдам прототипы всякие шлемов для брюк кучу бля так в принципе вот так и мусор продадим пошли в ту мэри воро шок и весной клоповник горит прием я в коридоре как слышь капюлянушу хорошо я тоже вас ожидаю но отлично знаю зачем это подобно просто привычка все подбирать так надеть гидрокостюм перед погружением для тебя его не продал случайно и мышка армейский гидрокостюм его нормально отдел ну и в принципе здесь мы остановимся сегодня дорогие друзья продолжим следующий раз на сегодня у меня все с вами был виталий он же монг ставьте лайки не забывайте подписываться на канал пишите комментарии всем пока пока удачи